Приветствую всех на канале Умный Билл. В этом ролике мы поговорим о пантографе для шкафа. Узнаем, что это за зверь, какие бывают виды, как его подобрать и на что при этом нужно обратить внимание в первую очередь. А в конце ролика узнаем, как установить пантограф в шкаф своими руками. При обустройстве внутреннего пространства шкафа для одежды и белья зачастую верхняя часть шкафа оказывается зоной не вполне доступной и удобной к постоянному использованию. Верхние полки становятся своего рода местом для хранения ненужных вещей, в связи с чем крадется свободное пространство шкафа, заставленное непонятно чем и для чего. Чтобы беспрепятственно использовать все пространство гардероба, инженеры изобрели полезную вещь – пантограф, который помогает полноценно использовать верхнюю чай шкафа. Пантограф – это своего рода высокая штанга для размещения вешалок, плечиков. Его можно при необходимости опустить и снова вернуть обратно. Стоит отметить, что пантограф ввиду своей конструкции все-таки лучше не использовать для повседневной и регулярной работы и размещать на нем вещи, которые используются вами гораздо реже других, например, сезонные или вещи новых. При таком отношении устройство прослужит вам гораздо дольше. Механизм устройства, отвечающий за подъем пантографа, может быть трех типов – масляный, газовый и электрический. Точно сказать о том, какой механизм лучше, достаточно сложно. Масляный, как правило, рассчитан на небольшой вес – около 8 килограмм – и стоит дешевле других. Газовый уже может справиться с весом побольше, а электрический не нашли широкого применения, видимо, из-за своей очень высокой цены. При выборе пантографа в шкаф следует учитывать несколько критериев. Первый – это максимально допустимый вес для пантографа. Подъемный механизм пантографа рассчитан на удержание определенного веса, превысив который, пантограф будет испытывать повышенную нагрузку и может произвольно опускаться вниз. Второй критерий – ширина пантографа. Обычно пантографы имеют диапазон регулируемой ширины. Например, начальная модель может устанавливаться в проеме с диапазоном от 545 мм до 700 мм. Следующая модель – от 645 до 910 мм. Нужен еще шире? Есть и такие. Они уже идут в диапазоне от 875 до 1200 мм. Установка пантографа в шкаф. Для установки пантографа в шкаф необходимо разметить его положение по высоте. Следуя инструкции, от верхней штанги до верхней полки шкафа должен оставаться зазор не менее 30 мм. Учитывая высоту пантографа и этот зазор, отмеряем от верха шкафа необходимое расстояние. Теперь нужно разметить на стенках шкафа глубину установки пантографа. Обычно она составляет 280-300 мм от задней стенки шкафа до верхней перекладины пантографа. Здесь нужно ориентироваться по глубине шкафа. Плечики, висящие на перекладине пантографа, не должны упираться своим краем в заднюю стенку и в то же время не должны выступать за линию дверей самого шкафа. Также для нормальной работы пантографа стоит предусмотреть место снизу. Одежда, висящая на штанге пантографа, при его наклоне и перемещении вперед не должна касаться нижним краем полки, расположенной под этим пантографом. Разметив таким образом положение пантографа на левой и правой стенке, пантограф крепится к стенкам шкафа на саморезы, идущие в комплекте вместе с ним. Перед вкручиванием саморезов в стенки шкафа важно проверить, на какую глубину они выступают из корпуса пантографа, поскольку чрезмерно длинные саморезы могут выйти из стенки шкафа с другой стороны. Учитывайте это и проверяйте длину саморезов заблаговременно. Закрепив левую и правую часть пантографа на внутренних стенках шкафа, устанавливаем предварительно собранную поперечную штангу, крепим ее к вертикальным стойкам пантографа на винты. Если вы вдруг купили пантограф диапазоном ширины большей, чем проем в вашем шкафу, не страшно, укоротить штангу можно своими силами, подробнее об этом сейчас и пойдет речь. Для этого необходимо точно понять, какая нужна ширина штанги. Во многих моделях штанга пантографа раздвижная, и если сдвинуть до нужного размера ее не получается, то придется ее укоротить. Для этого необходимо обрезать внутренний стержень штанги на необходимую длину. Из оставшегося обрезка необходимо извлечь пластиковую разжимающуюся втулку. Для этого я использовал гравер с маленьким диском. Вынув втулку из обрезка, вставляю ее в стержень штанги. Из четырех сторон произвожу накернивание металлической трубы для фиксации в ней пластиковые втулки. Далее необходимо обрезать внешние трубки штанги, которые одеваются на нее с обоих сторон, после чего можно собрать штангу и установить ее на стойке пантографа. На этом позвольте закончить. Не забывайте подписываться на канал. Желаю всем удачи и до новых встреч!